В беседе с родителями и учителями выяснилось, уже месяц в учебном заведении нет директора. Старый уволился, нового департамента образования так и не назначил. А тем временем проблемы уже начинают появляться. Я со слов ребенка скажу, что было в школе иногда холодно, то есть они занимались в курточках. Почему это было, я не знаю. Ремонт начался еще с начала лета. Заявки сделаны, проведены сейчас в самой котельной. В самой котельной нет, а так и вчера было сегодня здесь. Котельная находится при учебном заведении. На ее ремонт было выделено полмиллиона рублей. Однако в контракте сроки поставки нового котла прописаны как до 31 декабря. И это при том, что отопительный сезон начнется уже в середине октября. После губернаторского поручения правомерность заключения сделки теперь будут проверять контрольные органы. Никто из руководителей не знает, в какие сроки это будет сделано. Но если говорим, кто должен отопление делать, кто там подрядчик. Исполняющий обязанности директора школы называет фамилию, но это не директор школы должен заниматься. Он должен контролировать подготовку. Но его основная задача одна – это организовать учебный процесс и учить детей. Для этого есть соответствующая служба, в том числе и муниципальное образование. 52-я школа в Верхнесадовом работает с 71-го года. Рассчитана она на 450 человек, но учатся здесь только 260 ребят. Необходимое количество школьников не набирается даже вместе с соседними селами. К тому же не всем ученикам удобно добираться. У нас село Пироговка находится от села Верхнесадово 3 километра. Дети из села Пироговка добираются пешком или на 45-м, в который нельзя влезть. Главы муниципалитетов должны работать на местах и в полную силу, а также в первую очередь общаться с людьми и озвучивать проблемы, которые необходимо решить, подчеркнул Сергей Миняйло, поставив в главе Верхнесадовского муниципального образования задачу – наладить систему. Друзья, давайте-ка аккумулируйте у себя все. Вот вам обратился директор школы, вы сказали, а у нас не чистится и дальше. Проблемы муниципального образования в чем дело? С Перегудой не разговаривали, с Севгазом не разговаривали, с этим не разговаривали. Вопрос. Кто должен тогда разговаривать? После просьбы родителей к губернатору спортинвентарь 52-й школы пополнится новыми футбольными, волейбольными, мячами и канатами. Анна Малышка, Андрей Тимчук, информационный канал Севастополя.